Городской конкурс 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 отдыха стало больше. Студенты Оскольского политехнического колледжа при СТИ Ниту Миссис завершили проект «Зеленому логу зеленый свет». Они обустроили заброшенную прогулочную зону близ микрорайона. Мы подготавливали территорию, привозили песок, мы его разбрасывали, бетонировали, готовили к началу вот этого всего. Я хочу сказать, что не должен этот прогресс стоять на месте. Хочу, чтобы это все продолжалось, чтобы было больше парков, развлечений, чтобы бегали маленькие детишки, чтобы отдыхали с колясками мамочки, с отцами, чтобы было все хорошо. Автор проекта – преподаватель Оскольского политехнического колледжа Галина Старых. Перед тем, как начать приводить в порядок территорию, она организовала экспертизу экологической обстановки этого места и выслушала пожелания жителей микрорайона «Зеленый лог». На средства «Металлоинвеста» мы заказали на заводе металлоизделий лестницу, мостик, которая, в общем-то, достаточно большую сумму потянула у нас. Это и 25 скамейки, значит, тысяч, и 75 лестниц и мостик. 30 тысяч с небольшим – это волейбольная площадка. Были идеи, а благодаря конкурсу появились и возможности для их воплощения. Удалось возродить заброшенную прогулочную зону рядом с микрорайоном «Зеленый лог» вдоль ручья «Рудка». Сталью налиты мышцы, сделаем вместе, силы измерим, грезим альпинизмом, снарягу наденем. «Эверест, ты равнина, преклони колени». В школе я люблю играть в лапту, но когда в школе появилась новая площадка, в школе стало еще веселее. На туристической полосе заниматься и развлекаться намного интереснее и веселее, чем просто лазить по деревьям. А в будущем, я думаю, что, может быть, стану альпинистом. Новый спортивный комплекс в селе – городище симбиоз творческого подхода преподавателей и компании «Металлоинвест». Оборудование от производителей специализированной техники, полоса препятствий сертифицировано, надежно, безопасно. Туристическое снаряжение тоже с гарантией качества. Осваивать азы горного туризма там, где гор нет, с помощью новеньких тренажеров интересно и познавательно. Именно так дети отвлекаются от гаджетов и постигают удивительный мир, который их окружает. Уникальность программы грантового конкурса «Сделаем вместе» в том, что он направлен на поддержку инициатив, идей именно самих граждан, которые проживают на конкретной территории, знают конкретно свои проблемы и способы их решения. И вот именно в рамках программы «Сделаем вместе» эти проекты и реализовываются. Яркая палитра идей в различных направлениях культурной жизни была воплощена в 2017 году на территории округа активными жителями и творческими коллективами. В селе Федосеевка появилась открытая концертная площадка близ школы искусств. Теперь юные дарования будут радовать жителей своим творчеством на свежем воздухе. Благодаря проекту, стартовавшему в образовательно-выставочном центре «Железно», любой желающий может попробовать собрать робота. Пчела, змея или вертолет, как будет выглядеть необычная игрушка, зависит только от детской фантазии. Такие возможности появились у местной детворы благодаря реализации проекта по обучению робототехники «Роболэнд». Известная дворовая баскет-игра «33» теперь уже проект по развитию спорта. Новенькая форма, мячи, баскетбольная стойка с кольцом. Авторы идеи Юрий Ковалев, Денис Толокнев и Владислав Жаглин приобрели необходимый инвентарь на средства гранта. В конце июня провели первый летний турнир с наградами и подарками. Участие в нем приняли 50 ребят из 16 школ города. А в художественном музее зазвучали картины. Теперь полотна способны сами рассказать о себе с помощью аудиогидов. Новую мультимедийную выставку графики музейные сотрудники создали в рамках культурно-просветительского проекта «Абрис истории». Уроки народного искусства для особенных детей проводит студия Купава Незнамовского центра культурного развития. Творческие занятия помогают малышам лучше познавать мир, развивать таланты и бороться с недугами. Так родился очень трогательный и значимый проект под названием «Открытые двери в творчество». Воплощенных идей множество и каждая достойна особого внимания. Спорт и творчество, музыка и волонтерская деятельность, массовые масштабные мероприятия и интересные авторские проекты. Все это грантовый конкурс «Сделаем вместе-2017». Гордо смотрим вперед, идеи холим-лилеем. Впереди 18-й год. Сделали вместе и снова сделаем.